Эту стоянку мы сделали первую, в 2012 году. Здесь стояли гаражи. Начиная отсюда, как попало, стояли гаражи. Людмила Ивановна о своих достижениях рассказывает с гордостью. Она старшая по дому с 2011 года. С тех пор победила более 20 металлических гаражей на территории. Говорит, сносить сложно. Чаще всего гаражи убирают только после судебного разбирательства. А это деньги дома. С этими гаражами, которые сейчас здесь стоят, мы договорились, собрали собрание. И договорились, чтобы они убирали сами. Они нынче летом срезали деревья, убрали за садиком, потому что нас хотела ленинская администрация штрафовать. А эти деньги все идут в содержание. Нам это, конечно, невыгодно. А что делать? Где поставить гараж, решают владельцы земли. Вот, к примеру, гаражи, которые мы снимали в Ленинском районе, стоят на территории жилого дома. А вот эти, в железнодорожном районе, на муниципальной земле. Они здесь с советских времен, но санитарные нормы для всех едины. И правила тоже. Расстояние следует определять от окон жилых и общественных зданий, и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром, до стен гаража или границ открытой стоянки. По санитарным нормам это 25 метров отдаленность от учреждений образования, здравоохранения. Да, практически у каждого учебного заведения, или образовательного, или здравоохранения, имеются у нас нестационарные объекты. Мы сейчас работают, продолжаем, выполняем. То есть есть уже определенные результаты. Где-то жители уже самостоятельно, собственники, демонтируют. Но, в частности, большие случаи это по решению суда. В железнодорожном районе уже много лет решают проблемы сносостроений с муниципальной земли. Сейчас убрать нужно более 30 гаражей. Так, около 37-й школы победили 4 металлических коробки. От них остались ямы и мусор. 7 собственников обяжут снести по суду. Хозяев еще 15-ти ищут. Прежде чем убрать гараж, необходимо найти его владельца. И для этого сотрудникам администрации часто приходится дежурить около гаражей сутками. Но есть и другой путь. Можно посветить фонариком в отверстие и увидеть там машину, если она там, конечно, стоит. А уже по номеру машины определить, кому принадлежит гараж. Если владелец найден, вариантов у него нет. Придется сносить. Но мало того, что человек лишится места под машину или для хранения вещей, так еще и сам заплатит за демонтаж. Примерно 8 тысяч рублей. Гражданам, владеющим гаражами, необходимо понять, что, конечно, иметь удобное место для хранения своей машины и всего другого имущества, это удобно рядом с домом. Но все-таки сейчас мир меняется, и общественный интерес становится важнее, чем какой-то личный. На месте гаража могла быть детская площадка, могла быть, не знаю, там, например, сквер. В железнодорожном районе нам намекнули, что где-то есть кладбище гаражей, куда на время отводят демонтированные железные коробки. Многие там и остаются. На карте мы это место не нашли, и чтобы ваш гараж не закончил свой век в неизвестности, лучше удостовериться, что он стоит там, где можно. Или убрать. Но перевозят их тоже, кто куда захочет. Дарья Демиллер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком.